Конечно, государство для человека, чиновник для общества. Чиновник должен себя рассматривать на самой высокой должности, включая даже президент. Это есть, это все написано, на бумажке все написано. Это невозможно. Не смешно! Не поняли, да? Это Россия! Плыв отсюда! В чертовой мать! За две недели, две недели можно было дойти до Львова и обратно. Они, видимо, и представить не могли, что спустя более чем год ситуация не изменится. И вместо штурма Киева, Берлина и Варшавы якобы Великая Российская Армия будет по полгода возиться в Бахмуте и Углидаре. Послушайте вот Симоньян. Она сейчас не кисло подставится. Цацкаться с Грузией в такой ситуации, как сейчас, никто не будет. Потому что, во-первых, не до этого, мягко говоря, да? У нас Артемовск, у нас Углидар, у нас много чего. У нас ДРГ в Брянской области. Да вы что, Маргарита! А как же победить Украину за два дня? Или не получается полгода даже в крошечных городках Донбасса огневые точки подавить? В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина, ну подавили эти огневые точки. Впрочем, ура-патриоты с памятью, как у рыбки Гупи, смену риторики у своих кумиров редко замечают. Ведь та же Маргопа, раскинув мозгами, в срочном порядке включила победную пластинку. Мол, спокойны россияне отставить панику. Всех чмо не победят и никакой Украины не будет. Вы должны строить свое будущее с культурой, с отоплением и без Украины. Потому что Украина в том виде, в котором она была, не может продолжать существовать. И ты, когда это слушаешь, вообще непонятно, на кого эти сказки рассчитаны. Бахмут, если что, более полугода штурмуют. Один небольшой районный центр в Донецкой области. Так как вы собрались до Львова доходить? Причем это даже отдельные пропагандисты понимают. Если мы будем в этой же логике действовать такими же темпами, то, знаете, нашей с вами жизни не хватит на то, чтобы увидеть хоть какие-то успехи. То, что лично Путин может не дожить до победы, очень важный маркер, показывающий смену риторики в российском обществе. Ведь если сейчас великое наступление России еле движется, то что же будет дальше, когда Украина станет сильнее после получения современных танков, ракет и артиллерии? Это на десятки лет, если такими темпами. Или будет какое-то, так сказать, решение, которое на самом деле трудно будет представить как успех. Это очевидно совершенно. Танки, кстати, Украине обещают не только страны Европы и США, но и, например, Пакистан. Пакистан поможет ВСУ. СМИ узнали об отправке Украине более 40 танков Т-80УД. Что полностью ломает любимый темник МИД РФ, где Россию якобы поддерживают все страны Азии и Африки. Миллиарды людей по всей планете с надеждой смотрят на Россию, как на маяк. События вокруг Украины, по сути, подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике. Они стали поводом, чтобы развязать настоящую экономическую войну в отношении России. Однако такую стратегию не разделяют страны, где проживает большая часть населения Земли. С другой стороны, было бы нечестным сказать, что уж прямо все пропагандисты уменьшили аппетиты и уже не захватывают Украину ртом. Нет, друзья, влажных фантазий по-прежнему очень много. И чем дальше от фронта, тем активнее тыловые пузаны делят Украину. Эта территория будет разделена на Новороссию, которая полностью, включая все побережье Черного моря, войдет в состав Российской Федерации. Второе – Малороссия. Столица ее, возможно, Киев, а, возможно, это город двойного подчинения. Ой, ну все, спасайся, кто может. И Одессу Россия присоединит, а под Киевом так вообще гарнизон из чмонь будет. В Малороссии должны быть установлены русские военные базы для того, чтобы гарантировать ниталитет этой территории, этого государства. То есть она будет как государство. И так и хочется уточнить, а не пора ли вам закатать губу, милейшие? Вы же сами максимум бутерброд в Останкинском буфете штурмовать можете. А вот мобилизованные россияне даже после штурмов небольших городков осознали. Лучше в тюрьму за дезертирство, чем в могилу. Да лучше пускай сажают, б***ь, вот так вот. Пускай сажают, б***ь. Сажайте, будет заседение. Туда никто не пойдет. Туда никто не пойдет. Разбирайтесь, б***ь, разбирайтесь. Сколько там, 5 лет, 7 лет? 10. 10, да, п***ь. Это, кстати, мобилизованные из Калининградской области. И все, что они говорят, это просто кладезь для иллюстрации настроений в российской армии. Ну, идти штурмовать? Мы отказываемся. Мы отказываемся. Можете сажать? Серьезно. Всех. Жизнь дороже на самом деле. Я в тюрьме тройки-то деньги буду зарабатывать и отсылать своей семье. Ведь одно дело, когда ты с оружием в руках защищаешь свой дом. А совсем другое, ехать штурмовать условный угледар, где не бывал никогда в своей жизни. А местные знают каждый куст, каждую тропинку и расстреливают тебя, как в тире. А вы понимаете, я говорю, что мы погибнем все там. В первом, в втором бою максимум. Ну, что, ты вы первый, не вы последний? И это нытье каленинградских чмобиков мы настоятельно рекомендовали бы послушать крику Нуки Осаяну. Слышу голос из прекрасного далека Голос утренний в серебряной рассе Слышу голос и манящая дорога Кружит голову, как в детстве карусел Здесь важно отметить, что ради такого шоу для ваты Путин не пожалел даже сверхдорогой и немногочисленный кинжал. Видимо, ему было крайне важно, чтобы ПВО Украины не перехватило ракету. Россия впервые с начала полномасштабного вторжения использовала против Украины сразу шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал». Но несмотря на все визги Скобеева и компании Мы нашу слынку, Скобеева Очередная атака на энергосистему Украины обернулась для России полным провалом. В большинстве районов Киева свет не отключали даже на полчаса. На улицах было освещение, работал электротранспорт. Но в России вместо правды банально решили снова соврать. Одной из целей ударов по объектам украинской инфраструктуры, информация подтверждена официально, стала киевская ТЭЦ-5. Ранее ей уже наносили огневое поражение. ТЭЦ продолжила функционировать. В прошлый раз. В этот раз восстановлению, если верить официальным сообщениям, не подлежит. А потом и вовсе выдали феерическую историю с якобы уничтожением в Киеве бункера с натовскими генералами. По неподтвержденным данным, в ходе недавнего удара в КСРФ был поражен теневой штаб ВСУ, в который входили и офицеры НАТО. Ну да. В Украине издавна бункеры генералов на верхних этажах ТЭС оборудовали. И даже интересно. Вот они сами верят в тексты, которые озвучивают. Ведь сейчас же не Советский Союз. Каждый может зайти в интернет и убедиться, что кинжалы от Путина и Шойгу — это деньги на ветер. С другой стороны, мы, видимо, слишком много ждем от адептов русского мира. Куда им эффективность своих ракетных ударов оценивать, когда люди не могут даже с простейшим разобраться?